Общее сведение. Апсаминария – бродиминария – увеличение интервала между менструациями от 36 дней до 3 месяцев при норме 21-35 дней. Наряду с олигаминарией, гипаминарией и испаниаминарией относятся к вариантам гипоменструального синдрома. Апсаминария может иметь первичный врожденный или вторичный приобретенный характер. О первичном варианте бродиминарии в практической гинекологии говорят в том случае, если редкие месячные отмечаются с самого начала менструальной функции. Вторичный вариант характеризуется урежением менструации после периода, когда у женщины был нормальный менструальный ритм. Как и другие нарушения менструального цикла, абсаминария негативно отражается на репродуктивной функции, что, в первую очередь, связано с изменением фазности цикла, неполноценностью или отсутствием овуляции. Абсаминария Причина абсаминарии Первичная абсаминария формируется в результате пороков развития гениталий, задержки полового развития общего и генитального инфантилизма. Астания в период пубертата В этом случае менархия обычно наступает поздно, а в дальнейшем ритм менструации становится редким. К развитию вторичной абсаминарии приводят различные приобретенные патологические состояния, отрицательно отражающиеся на менструальной функции. Это могут быть элементарная дистрофия, психоэмоциональная травма, тяжелый физический труд, сильные интоксикации. Изменение ритма менструации по типу абсаминарии может быть ассоциировано с хирургическими операциями, абортами, РДВ, резекцией. Яичника, аофоректами, адниксыктами. Иногда абсаминария развивается на фоне эндокринных нарушений, часто поликистозы яичников, гепатириоза, синдрома Шахана. Аутоиммунных, паразитарных заболеваний, опухолей головного мозга, велотекущих инфекционных процессов, ФТ. Часть мочи половой системы. Кроме патологической абсаминарии встречается физиологическое урежение менструации, например, период полового созревания и становления. Цикла в преминопаузальном периоде в связи с постепенным угасанием функции яичников. Симптом абсаминарии. Клиническая абсаминария протекает в виде редких месячных. Межменструальный интервал составляет свыше 35 дней, но не более третьих месяцев. Интенсивность менструального кровотечения обычно незначительная, мазки или капли крови, продолжительность короткая. Изменение фазности менструального цикла обусловливает неполноценность овуляции или аннувуляцию, поэтому многие пациентки с абсаминарией страдают бесплодием. В некоторых случаях абсаминария переходит во вторичную аминарию. Наряду с редкими месячными присутствуют симптомы основного заболевания. Абсаминария может иметь два различных типа течения с наличием пролонгированного двухфазного или монофазного менструального цикла. При удлиненном двухфазном цикле задержка месячных обусловлена затянувшимся процессом созревания фолликула. Первую фазу цикла фолликул либо совсем не развивается, либо претерпевает отрезию на одной из стадий развития. Секреция эстрогенов в этом случае низкая базальная температура. Однофазная кальпоцитология указывает на низкую степень пролиферации эпителия. В дальнейшем после задержки роста фолликул все же созревает, но овуляция может произойти на 23 день менструального цикла. Продолжительность фазы желтого тела укорочена или не изменена. Уровень половых гормонов не отличается от такового при нормальном менструальном цикле. Базальная температура во вторую фазу становится Выше 37 градусов сцитология влагалищных мазков отражает секреторные изменения эндометрия. Абсоминария на фоне монофазного цикла встречается реже в 22-24% случаев, обычно у пациенток с гипоплазией гениталий. Состояние эндометрия при этом остается без динамики и соответствует началу пролиферативной фазы. Еще одной причиной абсоминарии при монофазном цикле может служить персистенция фолликула. В этом случае фаза желтого тела не наступает, а персистирующий фолликул создает условия для гиперплазии эндометрия. Обратное развитие фолликула сопровождается резким падением уровня эстрогенов и отторжением функционального слоя матки эндометрия. Что клинически выражается минорагией, диагностика абсоминарии и установление причин абсоминарии требует проведения широкого круга диагностических мероприятий. При первичном визите к гинекологу уточняются жалобы, характер менструального цикла, гинекологический и общесоматический анамнез. Осмотр на кресле позволяет выявить аномалии развития органов репродукция, произвести забор мазка для кальпоцитологического исследования, гормональное зеркало. Посредством узиорганов малого таза определяются анатомические отклонения, воспалительные процессы, которые послужили развитию абсоминарии. Для обследования инфекционного статуса осуществляется анализ гинекологических мазков, микроскопии, ПЦР, БЭКПОСИФ на флору. С целью выявления гормональных нарушений исследуется уровень ФСГ, ЛГ, пролактина и страдиолопрогестерона. В отдельных случаях показано определение гормонов надпочечников щитовидной железы. При подозрении на экстрагенитальную патологию, как причину абсоминарии, пациентка направляется на консультацию к эндокринологу. Нейрохирургу